Субтитры делал DimaTorzok 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 Действительно есть за что Потому что проиграли кэш практически без шансов Не оставили французы ни малейшего шанса для виртусов на кэше Итак, Снэкс есть опен фраг Забирает в зигзаге НБК Пытался играть агрессивно белый Поддержал минус в зигзаге уже Два игрока преимущества Их тоже будет на аппуинте останавливать поляков Это был Экзистенс Делал минус белый, но Моментально Снэкс дает второй минус в этом раунде Ситуация 4 в 2 Поляки занимают аппуинт И теперь вся надежда только на Шокса Шокс не делает минус А минус делает как раз таки Паша Паша Бицепс со снайперской винтовкой Забирает француза в респауне Ну вот минус Хотел сделать еще и ТАЗ Но этого ему не дал сделать Крим Но Нио моментально ответил тем же Забрал бельгийца И теперь Вертус Про отвечает тем же Уверенное начало на карте ДАЗ-2 в атаке И уже 4 раунда преимущества Паша Бицепс по-прежнему с ВП На этот раз хорошим респауном Паша постарается занять Длину Ну и как видим здесь Не встречает никакого сопротивления НБК Опа-ча А вот так задумочка от Титанов Решили удивить поляков И закупаются в этом раунде Поляки будут массово проходить по длине И как же здесь все будет поворачиваться Итак, белый И Снекс Запускают молодежь По-другому парней не назовешь Здесь видно новобранцы команды ВП Ну и посмотрите Белый упал, а Снекс Отлично разменивает тиммейта ТАЗ Под караулю вырывающего Экзистенса Из дыма И теперь опять-таки же Ситуация такая Занимают поляки аппуэнт И у нас по-прежнему 4 в 2 Снекс Очередной минус на зигзаге Забирает Ой-ой-ой А вот и проблемки Проблемки, но скрим уже остается один против своих Нео и Тас против скрима Скрим без дефузов С легким армором понимает, что Ничего не светит ему в этом раунде Игрок один на длине, второй на спуске Ну и времени не так уже много Добро забраться с двумя и раздефузить поставленную бомбу 5-0 Виртус Про Отвечают тем же И уверенно Доминируют на дасте втором Если все так и будет продолжаться То все-таки карте Инферно будет А вот что будет у нас на Инферно Я боюсь себе даже представить Мне кажется, это будет какая-то эпическая баталия Обе команды хотят дальше двигаться по сетке венеров Понимают, что соперник, который их ждет В нижней сетке это команда Hellraiser На Ашера в данной форме попадать никто не хочет А вот в финале венеров будут То ли LDLC, то ли Дигнитос И вот, конечно же, лучше выигрывать в этом матче И спокойненько себе расправляться С кем-то из победителей пары венеров Итак, очередной выход на апплэнт Нео открывает счет фрагом в этом раунде Забирает Смитса на зигзаге Продолжает уверенно действовать поляки Нео Ну что же, делает ли вторая минус Нео Мантует грамотно за бочками По-прежнему живет Нео И все-таки забирает скрима Вот такая вот стрельба у нас На карте ДАС-2 Все решается Казалось бы, титаны должны сделать минус Нео Но этого сделать так и не удалось Живых белый и Снэк 10 хп у белого Снэк остается красным НБК 1 против 2х Забирает белого Как так? На ровном месте Поляки растеряли все преимущества Бомба стоит Декузова у НБК нет Меня одевает Натан и забирает Снэкса Ну как же так? Поляки, поляки Казалось бы, уже этот раунд проиграть Ну, я не знаю, просто невероятная какая-то заруба произошла На НБК отдалось 3 игрока команды Virtus.pro Ну вот Снэкс уже не отдавался На самом деле до этого Начал стреляться, получил по голове И уже просто понимал, что Высовываться на Натана очень-очень опасно Пытался жить максимально долго за ящиком Но Натан Недаром один из лучших хеймеров И без особых проблем разбирается С оставшимся польским игроком Мы спокойно вперед Первый раунд Оставшийся один против троих НБК Минус став на длине Нео открывается на зигзаге Забирает Смитса Что будет дальше? Нео постарается сделать второй минус В респауне замечает Ну, как лимонтует Нео Паша Подстраховал тиммейта Тем временем белый минус НБК на длине За секунду развалилась французская команда Шокс Один против четверых Будет выбивать зигзага И здесь уже в игру вступает грозный Нео 6-1 Не дают поляке закрепить успех французам Точно так же, как те делали на карте кэш Нулевая экономика у титанов И их ожидает одно эко точно Может быть даже два У скрима полторы тысячи У шокса 1600 Ну, вот такое количество денег Гарантирует нам вариант Того, что будет два эко В исполнении французской команды Итак, поляки на эко Постоянно двигаются уверенно по длине Все это дело готов принимать экзистенс Но экзистенса не прочекал таз Прыжком просто залетел И экзистенс был очень близок К первому фрагу в этом раунде Для своей команды Но сделать его не удалось Поляки ушли с длины, как ни странно Обычно, вот если парни уже Выбрали точку, в которую идут И это эко раунд То они Своего решения не меняют Но вот сейчас массовый выход в мидл Энбюкей, скрим и шокс Вот такие вот позиции у парней Ну и, по-моему, таз готов Удивить кого-то Забирает Энбюкей При этом остается жить 19% здоровья у капитана команды Виртус Про Не собирается он высовываться на французов Или все-таки пойдет Но вот выдержка Или все-таки Жажда крови Определит, выживет ли в этом раунде таз Но на помощь приходит Снекса И спокойно разбирается со скримом и шоксом 7-1 Без потерь Виртус Про берут экономический у титанов Довольно-таки отличный респаун у таза Наверное, лучше быть и не может И постарается таз его разыграть Или все-таки Не будет рисковать и выходить на длину Сейчас мы посмотрим Отдымление Ой-ой-ой Какой же обидный дым от таза Ну и да-да Дальше не пойдет Не попал дым Вот такая вот Техническая помарочка Ну а тем временем Что у нас происходит У команды Титан Укрепление на плунте Может даже и к лучшему Что таз не попал Этот дым Шокс Один на Б плунте Ждет Ждет какого-то чуда Прилетает ему дымок Ну и шокс Ждет Ждет Под шифтом выходящих Поляков Смит тем временем в медле Спокойно себе Занимает Точнее не занимает А просто собирает Какую-либо информацию О всем происходящем В медле и Тэшке Но не топают поляки И посмотрите Что у нас происходит на карте Бомба в нижней Тэшке НБК Тем временем Поджимает на длину И его забирает Нео Не успел переключиться На Натана Только вот Как только увидел Сразу же упал Натан Тем временем Паша На Б плунте Подломил аркаду от шокса Но со Смитцем не справился Ситуация 3 в 2 Экзистенс и Смитца Вдвоем против Нео Таза И Снекса Ну и куда же пойдут поляки Будут идти на Экзистенс Экзистенс 1 На С Фомасом в руках Ну и моментально С ним разбирается Снекс В живых остается только Смитц И Единственное правильное решение Это уходить на сейв Что собственно и будет делать Французский игрок И постарается Постарается все-таки Доставить ИВП На следующий раунд Смотрим на карту Ну поляки настроены все-таки Идти на выбивание Последнего девайса Из рук Снайпера команды Титан Ну и Что же здесь произойдет Не совсем удачная позиция Для Смитца Но это не мешает ему Сделать первый фраг Забирает Таза Понимает что Сейчас его будут окружать Просто со всех сторон И так будет второй минус Оооо Гошеньки Какой фитшот по Нео Ну и будет ли третий Минус От Смитца Нет Не рискнул Снекс Потерять свой кольт Все-таки хочет оставаться По-прежнему с М4-1С В атаке И для этого Не стоило появляться Смитцу на прицел И Не рискнул просто Снекс Итак У Смитца есть АВП Под флешку Пострелял Точнее Попытался отстрелить Пашу Но у Паши нет Снайперской винтовки И никого Кто бы мог составить Конкуренцию Смитцу На этой позиции Не оказалось Итак Поляки в очередной раз Быстро проходят По зигзагу Снекс уже готов Открываться на этом Пунте Но Смитц Подловил Пашу Проходящего по зигзагу Снекс Кстати Всего лишь один девайс У команды Ситон В этом раунде Но это не мешает Тем делать Уверенные минусы НБК Поджимает длины Забирает белого В медле И уже проблемы Невероятные проблемы У поляков На эко Нео и Та Сдвоем против троих Смитца СВП забрали Но это уже Хорошо Хорошо для польской Команды Плохо для французов Нео в респауне Забирает экзистенса Ну вот решил дальше Идти на аплент А там был Натан Который без особых проблем Забирает Нео Бомба в респауне Таз в медле Ну и просто С двух сторон Закрывают Последнего польского игрока 8-2 Титаны берут Второй раунд Опять-таки же Поляки на кэше Точно так же С одним АВП И Стальными пистолетами Взяли один экономический Это же сделали Титаны Ну вот Если Уже рассчитывать Действительно На повторение сценария То Поляки должны Брать сейчас раунд в ответ Но пока начинают Очень плохо Смитс Два минуса в медле Забирает Нео и Пашу Вот так вот все плохо Начинается для французов А точнее Для поляков Шок забирает Снекса 2-5 За 15 секунд 11-го раунда Белый Забирает Шокса Таз Минус НБК На зигзаге 11-3 Остается капитан Команды Virtus.pro И постарается Вытащить этот раунд Ну вот Задача минимум Сделать как можно Больше минусов Испортить экономику Французам Таз Это прекрасно понимает Что до конца Первая половина Еще Ну вот не считая Этот Еще 4 раунда И надо Максимально продуктивно Разыграть Вот такой вот Клач Ну и что же будет делать Поляк Экзистенс Спокойненько себе Поджимает по длине Но все правильно Делать французы Дабы Понимать все-таки Где находится Последний игрок Ну вот Слишком агрессивно Попытался разыграть Свою позицию Экзистенс Таз выигрывает Эту перестрелку Есть Второй минус В исполнении Польского капитана Ну и что же 35 секунд Скрим В верхней тэшке Точнее в нижней Контролирует Проход по зигзагу И выход в мидл Смит спокойно Себе чекает длину Ну а тем временем Таз Тем временем Таз Ну времени Действительно дефицит Надо проходить Быстренько по зигзагу Но Скрим Какой тайминг Просто словил Таз Но Скрим услышал Перетяжку И дал инфу Своевременную инфу Смит Почему-то без АВП Ну что же Таз на морозе Просто поставит бомбу На последних секундах И Смит Нельзя обрываться Нет Все-таки Слишком долго Устанавливалась бомба Смит Все четко просчитал И на последней секунде Установки бомбы Сделал последний минус В этом раунде Вот Такая вот Казалось бы Простая ситуация После Трех Опен фрагов От Титана В этом раунде Все сводится Два в один И Таз Был в шаге От того Чтобы взять Действительно Невероятный раунд Итак На карте Четыре польских игрока Верхние Тэшки На бпуинте Шокс и Скрим Готовы принимать выход Именно на эту позицию Смотрим Что будет происходить Боляки лезут в дым Ой-ой-ой-ой Как же Это плохо закончится Для польской команды Хотя нет Размены вроде бы неплохие Но Что творит Скрим Два минуса от Шокса Два минуса от Скрима И поляки Пали при выходе На бплэн В живых опять-таки же Только Таз Ситуация Точно такая же Как и в прошлом раунде Таз Один против троих Бомба на этот раз на бплэн Постарается сейчас забрать Скрима Но под флешку Тиммейта Скрим Ставит Третий хэдшот И Берет Четвертый раунд В первой половине Для своей команды У поляков Все меньше и меньше денег Вот еще один проигранный раунд И Будет экономический Нельзя полякам проигрывать его Паша Бицепс Также с ЭКМ Думал я, что появится снайперская винтовка Но походу денег Не хватало Или все-таки просто было решение Остаться Остаться только с автоматами Кавашнюка Итак На этот раз Укрепление на Апланте От команды Титан Шокс Контролирует проход по зигзагу Собирает информацию Ой, как же много прошло Поляков Ну И теперь Это момент истины Скрим Смитц Все эти парни готовы принимать выход по зигзагу Информация вся есть Итак, Смитц Должен делать опен фраг СВП мажет в первый раз Скрим тем временем Спокойненько себя откидывает флешки Не отдает спокойно проходить Полякам Итак, будет минус для Скрима Скрим Сколько промахов Падает Скрим Какой провал Смитц СВП Также умирает Живых остается только экзистенс Который уже Заходит в спину С длины Забирает Нео Один в три Ситуация бомба устанавливается На аппленте Ну и теперь экзистенс В роли Таза Флешка в лицо Но Остается не слепой экзистенс Не попадает По Тазу И Снекс Помогает своевременно Своему тиммейту Поляки берут Девятый раунд Все-таки Девять раундов Это лучше, чем восемь А одиннадцать Это лучше, чем девять Так думают поляки И думают Да, реально Что-то мы слишком уже много Отдали французам В первой половине Они Могут Также собраться В сторону атаки И Могут у поляков Возникнуть проблемы Смитц Перестрелка со Снексом Выиграна В очередной раз Не удается полякам Законтролить снайпера Французской команды И как-то его усмирить В медле Слишком нагло действует Смитц И это Приносит свои плоды Второй минус в этом раунде От Шокса Преимущество в два игрока У французской команды Какая скидочка Просто На вскидку Выстрел по Паше И падает очередной Польский игрок Нео и Белый Вдвоем против пятерых По-прежнему Не потеряли Ни капельки здоровья Французские игроки Белый спокойненько Себе выходит по зигзагу Бомба кстати В медле И ее контролирует Смитц Третий минус В этом раунде Падает Нео И теперь Все зависит только от Белого Белый Спокойненько забирает НБК на длине Который не подозревал Что может выйти на плент Игрок команды Virtus.pro Ну и теперь Один против четверых Бомба по-прежнему в медле Перекрестный огонь Смитц Экзистенс Ну Выйти зигзага Будет Невероятно трудно И еще на помощь выходит Шокс Но минус все-таки За экзистенсом 9-5 9-5 И у поляков проблемы Проблемы в экономике Только Один АКМ будет У Паши Нет Второй есть у Снекса Галил у Белого И два пистолета У Нео и Таза В этом раунде И это последний раунд Первой половины Смитц ВП На этот раз Не рискнул стреляться Хотя Был отличный момент Но все самое интересное Будет происходить у нас на длине Под флешку Белая компания будет выходить Снекс Должен делать Опен фраг Красным оставляет НБК И Белому удается Все-таки Добить Грозного француза Продолжают поляки Двигаться В направлении Аплента Что будет происходить дальше Таз уже готов проходить Нео Забирает экзистенс СП-250 А вот и проблемки Для титанов На полубай От команды Вертус Про Таз В респауне Закирает митца Белый минус крим Живо касается Только Шокс И он также погибает 10-5 Идентичный счет Который мы с вами Наблюдали На карте кэш Только в роли Лидирующей команды Выступала Французская команда И теперь Поменялись парни Местами Поляки Выигрывают Первую сторону Ну и теперь Должны брать Пистолеточку И громить Французов На карте ДАС-2 Отвечать тем же 16-5 Заказываем В этом матче Дабы посмотреть Инферно Смотрим Что же придумали Французы в этом раунде Скрим и Шокс Занимают верхнюю тэшку Скрим и оставляют Одного на контроль Б-пунта А Шокс Спокойненько себе Перетягивается в мидл Ну и куда же Собственно Пойдут французы Снекс Открывает счет Фрагом в этом раунде Забирает Энбикея В медле Упал Француз Экзистенс Перестрелка На пункте Красным Оставляет Пашу Ну вот все-таки Такие микромоменты Но они играют Немаловажную роль Паша не умер Паша по-прежнему жив И это По-прежнему является Очень опасной Польской единицей Паша Под флешку Врывается в дым Не справляется Со скримом Но Снекс Разменял тут как-то У своего тиммейта Ну и куда же у нас Идет выход На белого Выходили французы Белый забрал Одного как минимум Ну и теперь 2 в 3 выбивания Поляков Смотрим Что же придумают французы Шок И Экзистенс Двоем против Неотаза и Снекса Падает Экзистенс Настал Серег Шок И поляки не оставляют Ни малейшего шанса Просто Идеальное выбивание И пистолетный рамп Справляются в копилку Команды Виртус Про 11 5 По-прежнему у нас Просто как будто Кто-то написал сценарий К которому Следуют команды Если Все закончится На карте ДАС-2 Со счетом 16-5 То это будет Действительно Повтор Это будет Действительно Повтор Всего происходящего На карте Кэш Итак Экономический Полный Эко у Титанов Только у Шокса Есть по 250 Нет не только Есть также у Скрима Такой же опасный пистолет Ну и Скрим Постарается первым Насолить Скорее всего Это будет Нео И Тан Тан Забирает НБК Нео Моментально Разменял своего капитана Но как же быстро Умер Тан Одна пуля Один головооток И один Падший поляк Шокс На Б-пункте Монтует с Нео И Нео Спокойненько выигрывает Эту перестрелку 12-5 Потеряв только Таза На экономическом Французов Поляки берутся Экономически И теперь готовы Остановить французов На бае Понимают Что это будет Полноценный бай Понимают Что была установлена Бомба В пистолетном раунде Что обеспечит Действительно большое Количество денег Команде Титон И надо Собираться на полном Прострелом Через ворота Сакаема Нео получает В голову Сакаема И теперь Вынужден продолжать Раунд Всего лишь С 45% Здоровья Тем временем Скрим Экзистент Шокс Смит Спокойненько Себе заняли Миду НБК Контролирует Поджимы По длине Ну пока Все здесь Спокойно Экзистент Постарается Открыться И так Подфлэкс Выходит на Афлэн Забирает Пашу Но Снэкст Тут как тут Разменял Своего тиммейта Снэкст Продолжает Дальше Попадать По головам Своих оппонентов Красным Оставляет Скрима Снэкст Также Красным Оставляет И Смитса Два красных Игрока У команды Титон Ну и Что же Будет происходить У нас В этом раунде По прежнему Есть белый На длине Нео Минус Скрим НБК Должен заходить В спину И вот Как раз таки Наступает Час от НБК Нео Каким хедшотом Забирает француза Один на один Против красного Смитса Бомба стоит Очень плохо У Смитса Проблемы Не выдерживает Нервы Понимает он Что это был Единственный шанс Бежать на рожон И не давать Раздефузить Бомбу поляку 13-5 Нео и компания Берут волевую Закупку От Титанов И готовы Готовы разобраться На Инферно И решить Кто же все таки Является Более Сильным В этом противостоянии И все это будет у нас Определено на Инферно Ну очень я надеюсь Что будет у нас Третья карта Паша Не попадает СВП С первой попытки У французов Очередной Форсбай По другому не назовешь Два КМа Два Голила И П-250 В руках Скрима Так ну вот Четыре француза По длиной И Паша СВП Как раз таки Только сейчас Стягивается на эту позицию Не попадая С первой попытки Паша Мажет дважды Ну вот не привыкли Что вот так вот стреляет Снайпер команды Виртус Про И еще один промах Белый Один на фланте Попадает по голове Шокса Но опять таки же Остается француз красный Как же везет Сегодня Титанам Но это не значит За этот ящик Скет поляка Их оппонентов Два экономических подряд От поляков Тем интереснее Тем интереснее Мечает одного из поляков По прежнему Или все таки белый На длине Но уже все таки придет На помощь своему тиммейту И так Нео постарается Оформить выбивание Забирает НБК Два в два Теперь точно пойдут поляки Снекс будет выбивать С респауна И как же Брасплох Застает скрима Один экзистенс Против двоих Польских игроков И красным Оставляет Ниел Забирает Основную Огневую мощь Поляков В этом раунде Ну и остается Один на один Против Снекса Снекс Попробует Оформить выбивание Знаете Находится последний игрок И будет ли минус Патроны заканчиваются Предательски Последний момент Но Снекс Не успевает Сделать Точнее не сделать А просто разминировать бомбу 13-9 Еще один Экономический От поляков Никакого волевого бая Здесь быть не может Не будут так сильно рисковать Игроки команды Virtus.pro И постараются Провести еще один Экономический Насолить еще Как можно больше Французам У французов Так же не все А нет Хотя у французов Более-менее нормально С экономикой Ну и что же Снекс Снова в руках Врывается в верхнюю тэшку Тем временем На вэп-ленте Падает Нео Без особых проблем Титаны занимают Б-плент Устанавливают бомбу Ну и по-прежнему Жив Снекс Ну Всего лишь Секунда Продлилась Это по-прежнему Граната Залетает Белым под ноги И Десятый раунд Берет команда Титан Да Ну вот такого Я не ожидал Все-таки Не по сценарию Играют команды Если бы играли По сценарию Все бы закончилось Без особых проблем На втором Дедасте Для Virtus.pro Ну а так мы Продолжаем наблюдать За невероятно Интригующим матчем Напомним Победитель Проходит Финал Верхней сетки И будет дожидаться Там своего соперника Соперник определится В паре LDLC Против команды Против команды Дигнитос И кто же станет победителем Там Так же По прежнему Неизвестно Итак Выход пойдет В мидл ТАС готов принимать Француза В мидле Но вроде бы Прочекали И решили Дальше Идти По зигзагу Или не по зигзагу Нет Вроде бы По зигзагу Итак Экзистенс Под флешечку Чекает Чекает зигзаг Никого не замечает Из польских игроков В свою же очередь Белый чекал Под флешку Точно так же Как это делали французы И так же Никого не заметил Паша Ой-ой-ой Какой Провал может быть Сейчас На зигзаге Паша В дым Пропускает Первого А именно Экзистенс Тем временем Складывает О-мой-бог Как же так Что происходит С Пашей Не узнаю И этого парня И вот на ровном месте У поляков Уже невероятные Большие проблемы На втором Дедасте Казалось бы Эту карту Должны парни брать Без особых проблем Но Что-то пошло не так Вот тот самый раунд Когда неуверенно Принимали аппуэнт и после этого почувствовали силу Титаны. И набирают раунд за раундом. Всего лишь два раунда преимущества остается у Virtus.pro. И еще один экономически ждет парней. Хотя не факт. 5000 у Паши, 4000 у Нео, практически 5000 у Снекса. Ну и... Нет, не у Снекса, это был Белый. И Белый куда-то запропастился. Давайте посмотрим еще раз на табуляцию. Ну вот Снекс действительно мощно выглядит на карте ДАС-2. 22 фрага, 4 асиста, 13 смертей, 2 MVP, 57 отчей. У Нео 21 фраг, 15 смертей, 7 асистов. 7 асистов это очень-очень много. Наверное, невероятное количество дэмэджа, кстати. Блин, а как же... Так, что у нас там вызывает плеер-класс? Control, Overview. Нет, это не Overview. Нам надо бы найти... Куда-то пропала статистика. Матч на паузе. По-прежнему не хватает у нас одного игрока команды Virtus.pro, а именно Белого. Какие-то проблемы возникли у поляка. Но пока мы подождем. Когда же вернется польский игрок и продолжим наблюдать за этой встречей. Money should be fixed now. Деньги должны быть поставлены прямо сейчас. Скажите ему, чтобы он вернулся максимально быстро. Incoming пишет Нео. Ну и мы по-прежнему ожидаем последнего поляка. Да, вот так вот. Выигрывая со счетом 13-5, поляки дали слабину, дали почувствовать силу титанам и проиграли 6 раундов подряд. Такое вот иногда случается. ТАСС пишет Bad PC. Неужели парни играют не у себя то ли на тренировочной базе, то ли по домам. Я не знаю, где именно тренируются поляки, но вот Bad PC что-то не так у поляков. И это заметно. Заметно в первую очередь по игре. Нажимается пауза. По-прежнему экономически у польских игроков. И они стараются устроить переворот французам в этом раунде. Что из этого выйдет, даже не знаю. Но пока титаны настроены серьезно на камбэк. Экзистент под флешечку чекает ТАЗа. Спокойно забирает капитана польской команды. И будут дальше в том же духе ловить поляков на ошибках. И вот NGP готов сделать второй минус в этом раунде. Забирает белого при поджиме длины. 3 в 5. И по-прежнему никуда не спешат французы. Паша падает в медле в крим. Безупречная реакция при поджиме нео. Ну и вот единственный фраг все-таки удается сделать Снексу на апплунте. Также красным оставляет Шокса. Ну и Снексы теперь просто массово будут давить французы. И не дадут сделать минус. Хотя нет, смотрите, под кримом попадает так же уверенно. Вырубает того без особых проблем. И только Натан. Натану удается укоротить Снекс на апплунте. 13-12. Уже просто на пятки наступают титаны своим грозным польским оппонентам. И готовы. Готовы сравнять счет в этом матче. Две снайперские винтовки. Вот такая вот задумка у французов в этом раунде. Что-то зловещее задумали парни. Экзистенс тем временем спокойно себе занял миду. Натан получил порцию дэмэджа на длине. И спокойненько себе прострелил с Некса. Ну, опять-таки же, провальное начало для поляков. Нет, это белый. Остается один на апплунте. И теперь, наверное, практически все зависит от этого парня. Белый. Есть первый минус. Забирает мидса. Выбивает из того бомбу. Мажет кто-то из снайперов команды. Титан. Таз на помощь. Моментальный минус по НБК. Уже в преимуществе находятся французы белые. Какой хитшот? Также уверенно попадает по шоку. Оставляет тому 16 хп. И забирает напоследок. Скрим. Один против четверых. Как же за секунду поляки перевернули этот раунд. Опен фраг от НБК. И, казалось бы, ничья французам уже приснилась. Даже не приснилась. Они ее нащупали. Но поляки показали, что такое тимплей. Что такое моментальная халпа. И действительно правильные выводы после потери одного из игроков. Перестроились. Все четко дальше делали. Ну и, конечно же, основная заслуга лежит на белом. Который не растерялся. В одиночку принимал апплент. И спокойно разобрался с заходящими французскими игроками. Итак, Паша. Сможет ли сделать минус в медле? Сколько игроков бегает в X-Ray и Паша? Не попадается в УП. Паша! 8 хп остается у снайпера команды. Польской команды. В итоге Снекс. Точно так же, как в предыдущем раунде. Один был белый. Теперь белый упал. И его роль готов взять на себя Снекс. Смотрим, что на карте. Французы будут проходить по зигзагу. Скрим ждет все-таки ошибки и поджима от поляков с Б-планта. Но Нео не позволит так просто себя убить. Слышит, как топает француз на Б-планте. Нео должен давать информацию. И, по-моему, по этой инфе как раз-таки Таз начинает перетяжку. Нет. По-прежнему остается на... Ну и как же так? Экзистенс разбивается или взрывает себя. Непонятно, что произошло, но это был действительно фейл. Таз. Два минуса в медле. НБК забирает Нео. Таз оформляет третий минус в этом раунде. Скрим. Один против троих. И поляки готовы взять ничью в этом матче. Паша ставит точку. 15-12. Три матч-поинта у команды Бертус. Про. И надо их реализовать, дабы выяснять отношения в решающей встрече на карте Инферно. И вот Инферно будет невероятно жарким. Оупен фраг от Смитса в этом раунде. Забирает Нео при попытке пробежать на Б-плэнд. Просто на реакцию стрелял Смитс. Мы этот момент упустили, но прострелом сделан этот фраг не был. НБК. Второй минус в этом раунде. Забирает белого на длине. Французы проходят себе спокойно по зигзагу. Ну и теперь. Вся надежда только на Пашу. Паша Бицепс. Забирает вместе с Нексом НБК. Снекс громит французов при попытке зайти на Аплэнд. Таз. Минус экзистент. Опять-таки же на ровном месте. Просто за секунду рассыпаются все французские игроки. В живых остается только Шокс. И что будет делать этот парень? Смотрим. Бомба в руках. Три поляка находятся на Аплэнд. 50 секунд до конца и ТАС ставит. Отличный хэдшот. 16-12. Все только начинается. И мы все-таки, я надеюсь, уйдем на небольшую рекламную паузу. Дадут нам немного передохнуть. И после этого будем наблюдать за зарубой на Инферном. Далеко не разбегайтесь. Я скоро...